Друзья, всем привет, с вами Гамилькар Барко, добро пожаловать на канал. Как вы знаете, в последнее время у меня небольшие проблемы со стримами, и пока я решаю эти проблемы, я решил, что было бы неплохо для вас делать контент по второму риму, а именно пройти кампанию на легендарном уровне сложности за одну из фракций. Долго думал, за какую фракцию поиграть, и в конце концов решил, что идеальным вариантом будет Карфаген, и, само собой, Дом Баркидов, так как у меня ник Гамилькар Барко, и, соответственно, Дом Баркидов, я думаю, для этого подходит, для нашего стрима подходит идеально. Ну, знаете, мое отношение к легендарному уровню сложно, я считаю, что это полный бред, потому что ИИ ведет себя просто по-ублюдски, и все, что он делает, пытается максимально тебе насолить даже в ущерб какому-то своему развитию и своим интересам. Но в последнее время модно играть на легендарном уровне сложности, так что поехали, это будет стрим нормального человека с дипломатией, с поражениями, с авторасчетами, в общем, нормально играть, так как играют все нормальные люди, ну, по крайней мере, большинство. Всем желаю приятного просмотра, Карфаген, легендарная сложность, род Баркидов, поехали! Ваши владения разделены, и на защиту отдаленных земель уходит много сил. Вы величайшая держава Средиземноморья, но чтобы сохранить статус, нужны новые земли. Вы уже ведете войну с турдетанами. Захватив Картубу, вы упрочите свое положение в Иберии. Отношения с Римом и Сиракузами весьма натянутые. Если вы решите вторгнуться в Италию, найдите союзников среди городов Этрусской Федерации. Поддерживайте дружбу с Массесилами и другими африканскими протекторатами. Вдруг придется положиться на их помощь, да восславится Карфаген. Ну вот, задача получить власть над тремя поселениями. Итак, 4000 денег, 2800 заход получаем. Здесь надо быть очень осторожными, ребят, на самом деле. С самого старта. Начнем строительство в Карфагене. Я построю поле для осмотра, чтобы можно было нанимать войска. В Лилибее, само собой, надо тоже строить поля. Агенты мы зашлем к Сиракузам. Можно попробовать стырить в них немножко хавчика. Сразу в Айваде, я думаю, смысла нету с Сиракузами. Я бы на самом деле уничтожил вот этих парней. И полностью, чтобы провинция Мавритания пришла бы под контроль нашего протектората. Под контроль фракции Новый Карфаген. Было бы идеально. У нас два города. Это Ибосис и Кардхадашт. То есть, само собой, в Кардхадашт нам нужна военная инфраструктура. На Ибосисе я бы построил что-нибудь, типа, в хозяйственных построек или в храмах. Посмотрим. Пока же нам не хватает денег на это все. Изучим логистику для начала. По торговле. Надо определиться вообще, с кем мы воюем. Масисилы. Давайте попробуем с Масисилами. У нас с ними договор о ненападении. Сделан с протекторатом. Конечно, они не согласятся пока что. Торговать с ними я тоже не могу. Это русская лига. Можно с ними торговлю устроить. Но они не хотят, да? 56 монет. Давайте я даже им заплачу немножко денег. 100 монет, да? Ну, не хотят. Так, с Эпиротами 61 монета. Нет, не хотят, да? Так, Ливия. Вот, наш сатрап, как бы, можно с ними. Поторговать торговое соглашение. Умеренно. Они отказываются. Давайте тогда... Зашлем им денег немного. Нужно. Но не хотят. Ничего с этим не поделаешь. Косенты и Киренаика. Давайте с Киреной. Они соглашаются. Хорошо. Косенты. У нас 2800 за ход. Мы получаем денег. Строительство идет. По два хода. Здесь сейчас построимся. По войскам. 48 монет. Это слишком много. Здесь фигня. Так, а что я могу? Наемники, да? Наемные и берские кращники. 130 монет. Денег не хватает. Предлагаю закончить пока что ход. Кстати, я могу сдать Эдикт. Так. Единственная провинция, которая полностью под моим контролем, это Африка. И здесь мы за ним Эдикт в хлебе и зрелищах. Сиракузы пошли войной на меня. Но этого следовало ожидать, на самом деле. Не думаю, что удастся им тут что-то подзахватывать у меня. Так, это род Баркидов. Ну ты в основном будешь, я думаю. Хотя, давайте соберем, поставим слона. Избыток населения у нас в Корсике. Давайте Корсику делаем такой, денежной провинцией. Поэтому производство будем там ставить. Так, ну толковой хлопки я пока нанимать не могу. То есть только одно гамно я могу нанимать, да? Для львийских гоплитов. Они нам нахрен не нужны. Максимально бесполезный юнит. Для кампании. Так, ну давайте выбойтесь у нас здесь в этой провинции. Пять еды. В принципе нормально, да? А я, святилище, да? Священную землю поставим, чтобы было побольше нашей культуры, нашей религии. Зависит от множества факторов. Поткнись. Так, этих мечников в принципе можно оставить. 90 монет содержания. Так, пока не спешим нанимать, значит, войска. В принципе, в качестве гарнизона здесь можно что-то взять. По типу. Вообще, что у меня там за войска в городе? Шесть отрядов, да, у меня. Карфагенский гоплит, львийский гоплит. Две толпы и львийские копиметатели. Тогда давайте возьмём сюда... Два гоплита, наверное, и одно копьё. Ну, вдруг что-нибудь взбредёт в голову к Сиракузам, и они попрут на меня. Надо же быть готовыми. Ну, и флот надо перебросить в сторону Лилибея. Так, логистику изучили. Идём в технологии. Повышение ранга с Аглебенатой. Гражданские технологии. Так, прокачалась, да. По похищению еды, левел 2 возьмём. Чтобы тут пацаны точно голодали, прям до упора. Здесь войска подмонялись. Так, теперь есть возможность брать карфагенских гоплитов. Здесь. Здесь. Что я могу нанимать? Карфагенские гоплиты. Две девятьсот у меня денег. Всё дело в том, что мне нужны одновременно и ливийские пельтасты и карфагенские гоплиты. Поэтому поехали. Все деньги я бухаю в строительстве, в карт-хадаш. Но зато здесь мы соберём нормальную такую армию и сможем воевать. Так, две четыреста у меня на руках. Подзакончим сейчас ход. А на следующий возьмём несколько отрядов и пойдём грабить сиракуза. Сиракуза предлагает мир и дают нам денег. Давайте косарь и можно заманить высокой вероятностью крему, да. Обсудить выплаты. Два косаря. Ну два косаря в принципе неплохо. Можно было и больше попросить, конечно. Ну я думаю двух косарей в принципе нормально. Сейчас у нас будет примерно в районе пяти тысяч на руках. Можно будет экономику чётко забустить. У нас война вот с этими пацанами сейчас пошла, да. С массивами. А можно попробовать выдвинуться туда и подраться немного. Д-500, да. Так, ладно, поехали. Возьмём тогда себе гоплитов три. Так, ну я думал вот этот отряд я распущу, не нахер мне нужен. Хотя пускай будет три гоплита. Пускай будет, я не знаю, шесть гоплитов. Да, два мечника. Два хода, да. Как раз через два хода у меня здесь всё будет готово и можно будет... Попилить на испанцев. Так, флот сюда перекинем на всякий случай. Так, чё тут у вас с едой пацаны? Четыре, да? Так, нормально. И вот в этой армии надо будет поменять генерала, поставить другого генерала и дать ему слона. Но это не сейчас, а когда уже будем воевать в тот момент. Но ситуация в Испании начинает становиться уже очень опасной. Но это на самом деле даже интересно должно быть с одной стороны. Вот технология. Я думал вот эту технологию стоит брать. Трудовая повинность. Рост во всех поселениях плюс один. Это очень круто. Так, что тут по наёмникам? Есть возможность взять наёмника. Ну, давайте я подожду пока наймутся у меня вот эти три отряда гоплитов. Дальше возьму наёмников и можно будет выдвигаться куда-нибудь на разборке. Так, ну, у меня деньги есть на руках, но я их пока тратить не буду. Спешить с этим не будем. Давайте раздадим указания союзникам. Так, здесь атакуй сюда. Так, а ты? Нет, это не так работает. Ну ладно, давайте тогда вот этих пускай убивают. Носомонов нельзя отпускать. У Ливии в принципе есть потенциал разгромить носомонов, но правда... Они будут тупить очень жестко. Закончим ход. Гетулы. Ну, я должен вступать на стороне союзника, мне нельзя сейчас... Терять своих союзников, обсудить выплаты, запросить выплаты. Давайте там 1500 у тебя есть. Нету. Понял. Мирный договор. 1500 есть денег? Не хочет давать мне 1500 денег. Избыток населения где? Хорошо, еще одну. Производственную постройку поставим здесь. Хорошо. Так, у них куда-то делась армия. И это весьма-весьма опасно. Значит, что мы здесь делаем? Что мы здесь делаем? Мы поменяем сюда здесь полководство, наверное, себе. Заменить. Тодмаганидов. Бамилькар. Гамилькар. Керьер. Ставите. Стоимость. Да, и давайте выдвигаться тогда. В сторону кордубы. В картрадашт мы, само собой, наймем кого-нибудь. Там общественный порядок. Есть кто-нибудь, кто поддерживает авторитет? Да, вот этого поставим. На обычной лошади. Наймем ему. Войска, которые потом передадим сюда. Хотя. Так, давайте замиримся с кем-нибудь. Например, вот с этими. Ладно, все нормально. Потом повоюем. Пока что... Я возьму здесь кавалерии три штуки. Отлично. Ну, то есть, получается, вопрос кавалерии мы решаем сейчас. Ну, этих трех отрядов лошадей, в принципе, должно хватать. Дальше. Посмотрим. Надо будет взять парочку наемных мечников. Каких-нибудь наемных стрелков. И идти просто ломать лицо всем испанцам. Заканчиваем ход. Ну, Рим на меня попер. Пошла жара. Но, в принципе, у меня уже есть нормальная такая армия в... Масисилы. Касарь. Да, у меня Касарь. И... Полторы. Можешь дать низкий, да? Касарь. Обсудить выплаты. Вот, и... Касарь. Касарь даешь, и все. 540. Пошел в жопу. Мало 640. Ой, гараманты на меня поперли уже. Ну, хорошо. Ладно. 1080. Еще куда не шло. Так, трудовую повинность изучили. Хорошо. Два мечника я взял. Так, получается. 5 мечников. Да. У нас это 2 проща. Возьмем еще. Это какие? Как быть. Это наемный болиар. 240 содержания. Хотя, 3 обычных возьмем. Одного мечника. Все. И атакуем кордубу. И забираем ее сразу. А, фракция уничтожена. Турдетаны. Нормально так. Нормально. Так, ну. 300 монет содержания. Это слишком дорого. Я распущу вот эти отряды. Бельтаста вот этого распущу. И мы получаем Покасселил заход. Тут этого гоплита можно распустить. Сколько он стоит? Содержание. Это 90 монета. Давайте распустим его. Так, этих двух мечников. 48 содержания. Один. Да, я наверное распущу вот этих прачников. И возьму вот здесь. Вот этих вот пацанов. Потом я перекину их в ту армию. Кто манит содержание. Они очень хороши. Ливийские пельтасты. Через них и будем играть. У нас прокачался Гена. Как тебя зовут? Гамилькар, да? Выбирая фракцию. Заткнись. Гамилькар. Землевладелец. А, у меня есть снежку Гамилькар. Да, нормально. Землевладельцы. Род гононидов. Род магонидов. Землевладельцев. Влияние на судей. Род паркидов. Род гононидов. Род магонидов. Род магонидов. Род магонидов. Землевладельцы. Технологии. На самом деле для Карфагена самый важный оседонский обряд из военных технологий. поэтому пойдем по пути управления возьмем военные поселения дальше сразу в наемники 7 ходов нам на это понадобится потом что-нибудь из гражданских технологий поизучаем и уже по итогу что-нибудь решим наша основная задача сейчас в африке ну в испании восстановить свои силы нанять необходимые войска я думаю 4 отряда пельтастов возьмем еще один отряд кавалерии возьмем можно будет еще одного гоплита остальное у нас будут наемники и будем захватывать следующая наша цель я думаю должна быть провинция ну вот это наверное да карфагенику надо захватывать арсейну мансию укрепляться здесь теперь рим на нас попер и это на самом деле проблемы буду думать пока как эти проблемы решать скорее всего набегом на южную италию надо будет укрепляться судя по всему в южной италии потому что если я буду сидеть в южной италии они уже не попрут на меня на моей земле и будут пытаться отбить свою южную италию так ну поехали я тогда отправляю нашего саглядатова в косэнтию 2000 денег давайте в кордубе тогда начнем перестройку под нашу культуру здесь все сделаем пельтастов под наняли да денег уже не остается ни на что так я с гарамантами воюю давай мне полтора косаря о даже два можно попросить у него 2000 забрали лошков хорошо здесь можно сделать вот так хорошо так еще даже деньги остаются да тогда можно сделать вот так вот так 4 отряда пойдут сюда и здесь уже будет 16 отрядов вполне себе играбельно получается заканчиваем ход заканчиваем ход тихо 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 по образцам Еще 500 есть? Умеренный. Еще 500. Хорошо. Не, олибиума сливаем уже. Их не спасти. Сцена достиг совершеннолетия. Ганнон. Новое задание. Нанять уже. Хорошо. Давайте взглянем на дипломатию. Оборонительный союз у Эдитов и Ореваков. Так, тут есть кельтики. Сделаем небольшую рокировку. Продолжение следует. Продолжение следует. Так. Алтарь Танит. Получаем общественный порядок. Заход 3. Скорую исчисление вся фракция. Культурное влияние Карфагена. Это хорошо. Храм Баалхамон. Культурное влияние Карфагена 4. Общественный порядок. Плюс 3. Это тоже неплохо. Алтарь Астарты. Плюс 4. Плюс 3. Общественный порядок. Так. Это хорошо. Ну, культурное влияние Карфагена это очень важно. Плюс очень неплохой бонус к общественному порядку. Так. Поэтому Карфагена давайте построим. Так. Здесь нормально. Так. Теперь проблема вот с этими пацанами. Надо ее тоже будет решать как-нибудь. Что я могу нанимать. Давайте возьмем 3 лошадей. Пока что. Нет. Лучше пока подкопим денег. Наверное. Дальше уже решим. Дальше уже решим. Тарь. 2. 3. 0. 6. . 6 41 Продолжение следует... 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 Битва за мост, она будет классическая. К ним подходят свежие силы. Я там плавал, да? Ну они вброд переходят реку, надо попробовать поймать их на этом моменте как-то. Поехали! На нашего военачальника напали! Поехали! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Первая такая эпичная победа мощная... Full stack разгромили вражеский... Наши остались без снаряжения... Это на самом деле круто... Продолжение следует... Наши остались без снаряжения... Наши ряды дрогнули... Наши остались без снаряжения... Так... Остался вражеский полкан... Наши остались без снаряжения... Сейчас мы его закатаем в асфальт... Наши остались без снаряжения... Продолжение следует... 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 вот здесь на авторасчете заберем город оккупируем поселение кельтика фракция уничтожена кельтики так теперь этих парней я распущу необходимости у них уже нету качаем полководца замечательно так 1800 денег за ход получаем 10000 сейчас на руках так ну надо перестроить здесь все вот так да теперь пора готовиться к войне с римом но для начала я планировал разгромить сиракузы но сиракузы и так неплохо отхватили от наших друзей ладно поехали шесть отрядов 2 3 4 5 6 конницу 4 1 2 4 хорошо бельтастов не могу нанимать да нигде наймем их в сицилии закончим ход а 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 сиракузы захватили тапсу тайная встреча ходят слухи что ваши политические соперники периодически устраивают встречи но в тихих безлюдных местах что они обсуждают на этих тайных собраниях надеюсь что не вас убить их встретиться с ними а а застроим планы ихние так тут найм пошел да да то есть 13 отрядов можно будет взять наемников потом еще каких нибудь неплохих тем временем следующая наша цель я думаю это лузитаны так давайте каким образом таким образом соглашаются к Гитулу на торговлю косенты не соглашаются так лузитанам я буду воевать в массе силы не хотят торговать на с ОМОНы не хотят это русский да пошли вы нахер эти дебилы что ли шесть ходов всем ходу ну ладно отдыхать пока пускай это армия засрятухим сейчас на других целях в целях в целях не 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 а не а все Восстание мы я думаю справимся Давайте изучим вот это церемониальные обряды Налоговая ставка плюс 3% Будем денег побольше получать Это неплохо Так через ход можно будет начинать войну с сиракузами Дебилы А они разорвали с нами торговые Я думал они мне войну объявили Ну это ерунда Так что здесь уже вспыхнуло в восстание или нет Нет пока не вспыхнуло Так восстанавливаемся Еще минус 1 Ай ну стоит наверное апнуть карфаген до второго левола Ну я думаю 2600 денег Хотя сейчас война будет с этими ублюдками Хер его знает чем она закончится Подождем пока я заберу тамсуса Потом уже начнем Прокачивать карфаген Прокачивать карфаген Восстание Восстание Прокачивать карфаген Моя парень Прокачивать карфаген Восстание Прокачивать карфаген Касавчик Ну ладно давай пить Yochan оло Прокачиваю Продолжение следует... Во-во-во-во-во, парни-парни-парни, чё тут у вас происходит-то? Ага, вижу, чё происходит. Стоит стэк. 16 отрядов. Балиары хорошие, но слишком дорогие. Какие метатели. Теперь можно поразвлекаться. Ещё и денег подняли. 1400 монет. Хорошо. Ну и что? Через ходик можем атаковать, получается, этих парней, да? Так, значит, надо распустить вот эти отряды. Слишком дорого они стоят в содержании. Наверное, да? Так, а эти сколько стоят? 14. 15. 15. 15. 15. 16. 16. Я слушаю внимательно твои слова, а затем дам правительство. Так что, приветствую, а теперь бизнес. Нет, надо забирать у них тапсус, по-другому никак. Так, эту дуру сюда. Оу, блин, а у них, посмотрите, у них сиракузы пустые. Я дотягиваюсь за один ход? Нет, за один ход я не дотягиваюсь. А, ну тут вам жопа, пацаны, так что пошли нахер, ублюдки. Всё нормально, у меня корабли стоят в порту. Говно в выпуске. Оу, блин. 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 Ну, без денег я не буду выступать в войну. Если есть деньги, то пожалуйста. Без денег. до свидания нам никто не нужен у нас все свои нормальные пацаны так теперь здесь что мы делаем берем наемников амнитов этих пацанов вот так конницу и атакуем так они отступают мы захватываем сиракуза так прекрасно прекрасно замечательно захватили значит абсус захватили сиракуза остаются орлы зевса небольшой стек сиракуза распускаем наемников и здесь хорошие конечно же наемники тут у меня этих я распускаю и этих распускаю сомниты да за 24 монеты за ход распускаем балкан прокачался по технологиям по технологиям по технологиям давайте я разберусь уже по этой всей системе в следующей серии всем большое спасибо что пришли легендарная сложность и второй карфаген движемся к неминуемому триумфу так у нас есть восстание надо будет обязательно разобраться с этими ублюдками не забыть не забывайте про подписку ребята если смотрите без подписки ставьте обязательно лайк и комментируйте видео всем спасибо всем удачи удачи